38 населенных пунктов позади и теперь огонь игр находится на территории проведения в Усть-Алданском районе. По словам Дмитрия Горохова, которому выпала честь возглавлять делегацию факелоносцев, такая экспедиция – командная работа. Я очень рад, что на эти дни очень хорошей погодой стояли и благодаря моим участникам, участникам стопета огня, мы много бегали, конечно, экстримные, иногда ехали с этой квадроциклом, там грязь, но главное, все населенные пункты Луса очень активно встретили стопет огня. Боевые характеры настроены на будущие спортивные достижения. Именно в такой обстановке жители села Барагонцы встретили факелоносцев. Спортивные достижения в Усть-Алданском районе – Василий Иванович Амасов. Не случайно именно огонь является символом спортивных соревнований, потому что он несет в себе свет побед, дружбы и начинаний, которые и так присущи различного рода спортивным состязаниям. В эту игру играли только во дворах и на уличных спортивных площадках. Сегодня же она включена в олимпийскую семью. Это, конечно же, баскетбол 3 на 3. Соревнования по этому виду спорта начались сегодня в Барагонцах. За медали восьмых игр борются 12 команд. Противостояние на площадке очень жаркое и речь тут далеко не о погоде. Ведь каждая команда приехала за победой. В баскетболе можно было сразу сделать вывод, определить финалистов, я бы сказал, наверное, 3 команды. 3, максимум 4. Но здесь, к счастью, из 12 команд порядка 6-7 команд могут в финальную часть попасть. То есть это как раз и показатель того, что все команды равные, все хорошую игру показывают, даже начиная с первых игр. Команды готовились к играм серьезно. На подготовку у них был целый месяц и все ради одного заветного желания. Показать на площадке свое мастерство и профессионализм. Настрой отличный. Приехали, был день отдохнуть у нас, опробовали площадку. Все понравилось. Час побегали, размялись. В принципе, готовы. Все команды настроены, заряжены. По всем видам у всех форма отличная, прекрасная, спортсменская. Физическая форма отличная у всех. Поэтому будем рубиться со всеми. Похоже, что интрига чемпионства сохранится до финалов. Тем интереснее будет следить за играми. Сегодня стартовали бои по боксу до 48 килограмм. Из 8 участников всего двое дойдут до финала. И поборются на звание победителя. Сегодня первый день соревнований. Обстановка накалена уже как на финальных боях. Всего на ринге встретятся 99 участников из 24 улусов. Сегодня боксируют 48 килограммов. 57, 67 и 80 килограммов. Две пары. Соревнования проходят в течение пяти дней. Восьмого у нас полуфинальные бои. И девятого финальные бои. На старте четвертьфинального боя в поединке сошлись боксер из Нюрбы Эдуард Попов и Эдуард Слепсов из Вилюйска. В первом поединке одержал победу боксер из красного угла Эдуард Попов. Фанаты и болельщики бокса из разных улусов не умолкали ни на секунду. И как могли поддерживали своих спортсменов. Самыми громкими были болельщики из Нюрбинского улуса. Что видимо придало сил земляку. Я сейчас выиграл. Оппонент был нормальным. Тоже подготовился. Плохо ему не сказать. У нас три по три. Три раунда, три минуты там. Завтра спортсмены продолжат соревнования в весовых категориях 51, 60, 71, 86 и свыше 90 килограмм за право выйти на полуфинал. Дайя Барашкова, Арсен Степанов. Вчера во время сильного ветра площадка проведения мини-футбола сильно пострадала. Но в кратчайшие сроки, буквально за несколько часов, все было восстановлено. И как вы видите, игра продолжается. Игру в первой половине второго дня начали команды Ленского района и СУФУ. Уже в первом тайме команда Ленского района, которая стала чемпионом республики по мини-футболу этого года, вела игру со счетом 5-1. Отличительная особенность мини-футбола – игра проходит на улице. И это вводит свои коррективы в ход игры. Здесь паркет, пространство. Вот насчет пыли. От этого никуда не уходим. Просто за счет помощников и судей. Каждой игры, каждого тайма протираем пол. У всех команд одинаковые условия. Поэтому все равно победит сильнейший. Команда СУФУ считается сильной командой. Но и во втором тайме команда Ленского района не уступила лидерство. И по итогу игры одержала сокрушительную победу со счетом 7-1. Два гола из которых забил игрок Владимир Потапов. Первый тайм удался нам. По второму тайме чуть-чуть было тяжеловато. Уже все равно повели и чуть подрасслабились. А так, в принципе, неплохо. Мы всегда ставим самые максимальные цели. Будем биться только за медали, за золото. В первой половине дня также прошел один из самых ожидаемых матчей, где встретились сборные Мегина Конголасского и Усть-Алданского Улусов. Команда «Хозяев» в этом году пополнила свои ряды серебряным призером чемпионата России среди команд высшей лиги по мини-футболу Сергеем Волошиным. Настрой хороший праздник. Праздник мини-футбола. Праздник для всей Якутии. Я с большим удовольствием откликался на предложение. Приехал. Настроение хорошее. Солнце. Надеюсь, что после игры у нас тоже будет хорошее. Отдадим все силы за Усть-Алданский Улус. Уже на первых 10 минутах игры команда Мегина Конголасского Улуса забила три гола. И по итогу захватывающей игры одержала победу со счетом 5-3. Ну а после обеда прошли состязания между командами Якутск-Горный и Мирный Алдан. По итогам группового этапа в четвертьфинале сойдутся самые сильнейшие команды и будут бороться за выход в полуфинал и финал. Не пропустите наши трансляции. Елизавета Прокопьева, Джулстан Иннокентьев. В первый же день из гонки за звание чемпиона по волейболу среди женщин выбыла команда Амгинского Улуса, которая сохраняла лидерские позиции на протяжении последних лет. Дважды потерпев поражение от спортсменок Татинского Улуса и Якутска, Амгинки упустили шанс на выход в плей-офф. Сегодня эти две команды, победители вчерашних соревнований, играют между собой. Явное преимущество на стороне Якутска неудивительно, ведь эта команда одна из сильнейших. После первых двух периодов 2-0 они ведут в счете. Обыд или молодость победят в итоге. Болельщики гадают, судьи напряженно наблюдают. Разгромный итог 3-0 в пользу команды из столицы. Хорошая игра была, мы были очень сильно настроены, старались отыграть свою полную силу. Девчонки были очень сильно заряжены, все хотели только победить. И у нас вроде все получилось, мы довольны своей игрой. Все правильно сложилось, тактика и все остальное. Но у дебютантов есть еще возможность завоевать кубок. Теперь обеим командам предстоит сразиться в 1-8 финала с командами из группы «Д», которая состоится уже завтра. А сегодня за шанс получить чемпионский титул также боролись волейболистки из Мегина-Кангаласского, Сунтарского, Алёкминского, Хангаласского, Намского, Горного-Улусов и один из лидеров республиканского чемпионата этого года – Усть-Алданский Улус. На спортивных площадках, откуда ведутся прямые трансляции, проложены километровые кабеля. Всего задействовано три ПТВС, например. Сегодня до обеда мы вещаем в прямом эфире с площадок мини-футбола и волейбола. Ежедневные прямые трансляции, включения, утренние выпуски и дневники. Во всей Якутии телевизионную картинку и радиоканал передает национальная вещательная компания «Саха» в количестве 110 сотрудников. Наши журналисты не пропустят ни один яркий момент, упорную борьбу, радость побед и горесть поражений. На играх задействовано 12 объектов, но не все площадки будут охвачены в прямой эфир. Все остальные виды спорта можно увидеть в ежедневных дневниках, а культурную часть – в утренней программе «Сангакюн». Мы запускаем каждое утро с шести часов «Сангакюн» на якутском языке. Каждый вечер у нас дневники. Здесь работают шесть режиссеров, двенадцать корреспондентов. Помимо НВК «Сахана» освещение восьмых спортивных игр народов Якутии аккредитовано 92 журналиста. Администрация Усть-Алданского Улуса выделила два транспорта. Министерство инноваций на всех объектах подключило Wi-Fi-точки. Аккредитацию на игры прошли 92 журналиста, все опытные специалисты из больших республиканских изданий, а также представители улусных медиа. Мне очень понравилось уже. Сегодня у меня второй день, и начинается уже соревнование у спортсменов, поэтому мы будем освещать эти мероприятия оперативно. Следите за работой журналистов на всех республиканских площадках средств массовой информации. Юргияна Егорова, Георгий Григорьев, Барагонцы.